Ну что, дорогие мои любимые красотки, давайте худеть вместе, давайте худеть вкусно! Сегодня мы с вами приготовим безумно вкусную запеканку из кабачков и куриной грудки. Запеканка получилась очень вкусная, она превзошла все наши ожидания. Мы с Алексеем уже попробовали ее на нашем Мукбанк-канале. Ссылочку оставляем вам внизу в описании под этим видео. Переходите, дегустируйте вместе с нами и кушайте тоже вместе с нами. Также, кто еще не знаком с нашим семейным каналом, все эти рецепты мы снимаем для вас с любовью из Турции. Кому это интересно, переходите на наш семейный канал по ссылочке внизу в описании. Добро пожаловать! Будем рады видеть каждого из вас. Ну а сейчас оставайтесь со мной, я вам подробно расскажу, как приготовить вкуснейшую диетическую низкокалорийную запеканку. Мы начинаем! Итак, чтобы приготовить диетический ПП-ужин, нам потребуется куриная грудка от одной курочки. Примерно 400-500 грамм чистого филе у нас с вами получится. Небольшой кусочек сыра 100 грамм. Луковица весом 150 грамм. 150 грамм болгарского перца. 300 грамм помидоров. 2 кабачка у меня здесь весом 500 грамм. Также нам потребуют 4 яйца и 100 грамм йогурта. Что касается специй, в принципе, можно брать по своему вкусу. Можно воспользоваться приправой для курицы. Я сегодня возьму карри 1 чайную ложку, соль и черный перец по вкусу. Для начала нам необходимо прокрутить куриную грудку через мясорубку. Для начала куриную грудку мы отделим от костей. Вот так посередине надрезаю и ухожу сначала вправо ножом, затем влево. Все, у нас с вами получилось две половинки куриной грудки. Разрезаем их на удобные кусочки, которые удобно будет поместить в мясорубку. Филе у нас с вами готово. Устанавливаем мясорубку. Насадку беру не самую крупную, среднюю вот такую. И прокручиваем грудку. Все, грудка у нас прокручена. Дальше я в отдельной плошечке соединю все специи. Соли много брать не буду, буквально чайную ложку. Чайная ложка значит карри, чайная ложка соли, пол чайной ложки без горки черного перца. Все хорошо перемешиваю. Соли много не беру, потому что еще кабачки будем отдельно тоже солить. И теперь фарш приправляем до этой специи, буквально пол чайной ложки будет достаточно. Хорошо перемешиваем. Фарш готов, пока его убираем в сторону. Далее нам необходимо на крупной терке натереть кабачки наши. С одной стороны срезаем вот эту несъедобную часть и натираем кабачок. Кабачки я натерла, переложила в глубокую чашку. И нам их необходимо немного посолить, буквально пол чайной ложки. Все хорошо перемешиваем. Нам необходимо, чтобы кабачки пустили сок. Кабачки посолила, пока убираем в сторону. Далее нам необходимо с вами нарезать помидоры. Помидоры разрезаю пополам. Удаляю плодоножку вот таким вот треугольничком. Все остальное разрезаю кубиками, толщиной примерно 5 миллиметров. Таким образом сейчас нарежу полностью все помидоры, затем покажу, что делать дальше. Помидоры я нарезала, отправляю в чашку, в которой буду соединять все овощи. Далее на очереди у нас болгарский перец. Болгарский разрезаем пополам. Удаляем семена плодоножки и перегородки. Все остальное разрезаем на полоски, примерно тоже по 5 миллиметров. Разворачиваем и нарезаем поперек кубиками. Болгарский я нарезала, также отправляю их к помидорам пока в сторону. Далее на очереди у нас лук. Лук я буду нарезать на своем любимом станке, тоже кубиками. Нам необходимо 150 грамм лука. Вот такими кубиками получается нарезать лук. Если нет станка, соответственно, луковицу разрезаете пополам. Поперек прорезаете полосками примерно тоже 0,5 сантиметров. И, соответственно, затем разворачиваете луковицу, режете поперек уже кубиками. Лук я тоже отправила ко всем остальным овощам. Дальше нам необходимо кабачки наши отжать от лишнего сока и отправить тоже к овощам. Вот так отжимаем кабачки, отправляем к овощам. Кабачки я отжала, далее к овощам отправляю оставшуюся приправу и все хорошо перемешиваю. Все, овощная составляющая нашего ужина готова. Дальше берем форму для запекания. Размер формы у меня 20 на 30 сантиметров. На дно формы отправляем небольшое количество растительного масла, буквально столовую ложку. Хорошенько смазываем кисточкой, стараемся бока формы тоже смазать. Далее на дно отправляем подготовленное ранее куриное филе. Равномерно распределяем куриное филе по всей поверхности формы. Итак, куриный фарш я распределила. Далее сверху отправляем овощную составляющую. Также аккуратно, равномерно распределяем по всей поверхности нашей формы. Пока убираю в сторону. Далее нам необходимо подготовить для нашей запеканки заливку. Четыре яйца разбиваем в глубокую чашку. К яйцам отправляем 100 грамм йогурта. И при помощи венчика хорошо все перемешиваем. Далее заливаем яично-йогуртной смесью наше блюдо. Чтобы заливка наша хорошенько пропиталась, равномерно распределяем. И слегка вот таким вот образом даем ей проникнуть внутрь нашего блюда. Посмотрите, какая получается уже красота. Теперь отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут. Тем временем, пока у нас запекается наше блюдо, мы на крупной терке натрем сыр. Сыр я натерла, он будет ждать своего часа. Он нам потребуется, когда пройдет 30 минут с момента, как мы отправили наше блюдо в духовку. Итак, друзья, прошло 30 минут. Посмотрите, какая аппетитная запеканка у нас с вами получается. Сверху посыпаем сыром все это дело. И снова отправляем в духовку еще минут на 10-15. Ориентируйтесь по своей духовке, сыр должен расплавиться и получить золотисто-аппетитную корочку. Ну что, друзья, посмотрите, вот такая красотка у меня получилась. Еще буквально минут 10-15 дадим настояться нашему блюду. И чуть позже я его разрежу, покажу, как это выглядит аппетитно в разрезе. Итак, друзья, прошло у нас 10 минут. Давайте посмотрим, что получилось. Вы только посмотрите, как это выглядит аппетитно. Очень сочная получилась диетическая запеканка. Я уже буду заканчивать это видео, так как нам не терпится попробовать его на нашем мукпанк-канале. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну а это видео, если вам понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания. А также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.